В школе я увидела, как-то было в школах раньше, секции внутри школы. Внутри общей образовательной школы была обязательно какая-то спортивная секция. В моей школе была секция гимнастики. И на каком-то одном, или концерт, или вечер, не знаю, как это называлось, я увидела выступление девочки из старшего класса. Я училась где-то в четвертом классе, а она ученица седьмого класса. И она так красиво, мостики делала, шпагаты, переворачивалась. Мне это безумно понравилось. Я дома это пыталась, ковыркалась, что-то мне казалось, у меня получалось. И, в общем, с этой девочкой я познакомилась, и она мне предложила пойти в спортивную школу нашего района, Кириллского района. На каждом районе была спортивная школа, что мне очень нравилось. Абсолютно бесплатная, что мне тоже очень нравилось. И почти как сейчас, по выражению, магазин в шаговой доступности, так и все мы ножками топали и до своей школы дотопывали, спортивные уже. Ну, не знаю, не так интересно, у меня в первом году я пришла очень родовато маленькая, а принимали раньше только с 13 лет. Все это было сурово. А мне было всего-навсего 11. Значит, мне сказали, приходи на следующий год. На следующий год мне снова нет 13 лет. Я придумала, все вспомнила. День рождения брата, день, чтобы не перепутать. Все его, вот когда он родился, в каком году, я все продиктовала. И уже проходя все тесты, ну, не знаю, какие тесты там они, много девочек же, мальчиков, все вот в одном зале принимали. И где-то я оказалась так практически вверх ногами, не знаю, что там. А меня этот тренер спрашивает, ну, и когда же тебе будет 13 лет? Я говорю, да не скоро. И вся моя задумка вот эта вот рухнула. Я же хотела пройти в школу, но он меня оставил. Понимаете, ну, не знаю, может, вот что-то такое заметил, какие-то мои данные нормальные. Я перестала ходить, потому что мою подружку не взяли. Мы с подружкой пришли, я одна. Ну, вообще, были дети безумно скромные, или, правильно сказать, такие забитые, стеснительные. Я одна боялась пойти. Пошли с подружкой. А подружка как раз инициативнее, чем я. Она очень хотела, ее не приняли. Так этот тренер, что я хочу отметить, пришел в школу, нашел меня в общеобразовательной школе, где я училась, на переменке так за косички поймал. И говорит, ты чего не ходишь? Я говорю, а Нина моя не ходит, и я не буду ходить. Вот маленькая, я такие условия поставила. А он говорит, ну, бери Нину и приходи с Ниной вместе. И мы так с Ниной и ходили. И она была болен, пористая такая, ей безумно это нравилось. А у меня, очевидно, были достаточно хорошие данные, все получалось, как я хулиганила, говорила. Я так ленивым была, ребенком вообще, ну, как многие нормальные дети. Леня, она раньше у нас рождается. Вот. В общем, заканчивая спортивную школу, я уже была в разряде мастера спорта, а она достигла кандидата в мастера спорта, чему очень довольна и просто счастлива была. Мало того, что я заканчивала мастером спорта, я к этому времени на всех детских соревнованиях, оказывается, выигрывала. Ну, среди своих возрастных таких конкурентов. И тут школа уже до 18 лет спортивная, дальше здесь спортивный клуб. Вообще такая система у нас выстроена, очень добрая была. И меня передает мой тренер в «Динамо» тренеру, который уже готовит сборников, ну, в общем, другой квалификации, так скажем, и более взрослого состава. Он не занимается с детьми маленькими. И так вот я переступила про порог шикарного зала «Динамо». Это был один из лучших залов на тот период жизни. Потряс меня там бордовый ковер, которого я в жизни не видела. И так сверху с балкона первый раз, когда я пришла посмотреть, а там находились как раз сборная команда Советского Союза. И они в тренировочных костюмах у всех. СССР. Ой, это так как-то на меня произвело потрясающее впечатление. Мы не мыслила даже, что я могу когда-то оказаться среди этой группы. Вот. Но начали тренироваться. И так как-то потихонечку, потихонечку. Я выезжаю на первый свой чемпионат Советского Союза, уже по-взрослому, хоть и была совсем молодая. Это самая юная, так скажем, среди участников. Как-то я выступила так, что попала, я даже сейчас не могу вспомнить, но где-то в десятке страны. А после этого меня включает состав сборной команды. Теперь я могу смело вам сказать, мало того, ставят на стипендию, потому что мы это скрывали сильно. У нас же в Советском Союзе не было профессионального спорта. И всегда, когда наши эти конкуренты там вот приезжали, интервью брали, ну вот вы стали чемпионкой страны, и что вы за это получили? Я говорю, грамоту, диплом, вазу хрустальную. У меня ваз миллион, ну как у всех спортсменов моего периода. Вот. И все? Я говорю, все. Ну как так? Потом уже стали мы чемпионами Олимпийских игр. Опять те же вопросы, происки. Но мы были такие твердые, такие нездаваемые. Ну я все равно говорила, что мы лучше всех живем, у нас все же замечательно. У меня квартира там, в общем, это где-нибудь перед американцами выпендривалось. Ну вот так вот. Потому что страна вся была в напряжении, и в общем условия, особенно после военного периода, были на и тяжелейшие. Я даже не представляю, как это на все хватало сил вообще. Вот так вот.